Всем тыквенный привет, с вами Dream и в сегодняшнем видосе, ребятки, мы с вами поговорим про PUBG Mobile и про PUBG New State. В принципе, вы это уже поняли по названию данного видоса, но если быть точнее, основываясь именно на трейлере к игре PUBG New State, которую многие ждут, и основываясь на нововведениях, которые мы уже можем увидеть именно в нашем официальном европейском бета-тесте, а также нововведения, которые есть уже на китайской версии, в принципе, можно сделать определенные выводы, что нас ждет именно в будущем в PUBG Mobile. И сразу же хотел бы сказать, что это лично мое субъективное мнение, просто эта мысль у меня уже в голове, в принципе, давно, ребятки, еще когда появились первые нововведения в китайской версии, да, которые напоминают именно PUBG New State, но уже для видео я созрел, после чего появилось последнее нововведение в обновлении 1.4. И об этом, в принципе, мы с вами поговорим в видосе. Прямо сейчас вы видите трейлер игры PUBG New State, этот трейлер уже видели все миллион раз, и пока вы смотрите на него, ребятки, на этот трейлер, я хочу сказать, что в этом видосе, как и в каждый понедельник, я запускаю снова же розыгрыш, еженедельный розыгрыш одного Royal Pass'а, и для участия вам нужно всего лишь поставить лайк, быть обязательно подписанным, и написать комментарий, где вы обязательно укажете свой игровой ID, чтобы я мог вам перечислить, конечно же, ваш выигрыш, то есть ваши 600 QC-шек. Ну а в конце данного видоса вы узнаете победителя прошлого еженедельного розыгрыша. Так что обязательно смотрите до конца, ну и, конечно же, желаю удачи всем, кто участвует в нынешнем еженедельном розыгрыше. Теперь, почему мы с вами смотрим данный трейлер, который все уже видели миллиард раз? Все очень просто, ребятки. Сейчас будет определенный момент, который, кстати, уже был в этом трейлере несколько раз, а именно момент стрельбы от бедра. То есть прямо сейчас вы видите, как персонаж бежит, прицеливается от бедра и, в принципе, убивает врагов. И вот таких вот моментов, именно такого геймплея в трейлере можно наблюдать прям большое количество, да? И помимо этого, ребятки, как вы знаете, кроме трейлера нам еще завезли определенные скрины, где мы с вами видели новые здания футуристичные, да? Также видели с вами снова же этот прицел от бедра и так далее. Так вот, в этом трейлере было много крутых моментов. Конечно же, он всех зацепил, многие прошли при регистрации, ожидают, когда откроется альфа-тест. А если вы не в курсе, обещали открытие где-то к концу июня, но это не точно. Да и, в принципе, видео не об этом, а видео о том, что в нашем официальном европейском бета-тесте, в котором можно прямо сейчас поиграть, ребятки, а именно там сейчас тестируется обновление 1.4, тоже добавили данный прицел от бедра. Он у нас, как вы видите, показывается в правом углу под картой. Ну, это кнопка, да, вы можете ее переместить куда вы хотите. Ну и, в принципе, если честно, эта функция появилась внезапно и без вообще каких-то анонсов. То есть, анонсов о том, что добавит именно прицел от бедра, не было вообще. Как и самого режима, нам не анонсировали ранее, я имею в виду про режим предполагаемой коллаборации, да, с Marvel, где у нас там можно превратиться в маленькую осу. В принципе, кто не смотрел обзор, посмотрите, потому что в этом видосе мы с вами говорим о другом. Так вот, без никаких анонсов, без никаких предупреждений, нам в обновлении 1.4, которая, кстати, вышла изначально с режимом Godzilla и Kong, как вы знаете, да, завезли еще один режим дополнительный, о котором я говорил, и вот эту вот кнопочку, ребятки, а именно прицел от бедра. И, в принципе, прямо сейчас вы можете даже посмотреть характеристики, то есть, что представляет из себя этот прицел от бедра, то есть, насколько удобно с помощью этого прицела стрелять, не знаю, вот для примера давайте мы с вами постреляем вот просто так, без контроля, без ничего, просто зажимаем стрельбу, и вы увидите, как работает стрельба именно без прицела от бедра. Ну, а теперь давайте просто поставим этот прицел от бедра и также зажмем. И, в принципе, вы увидите, что разницы большой нету, да. Да, это есть давно на ПК-версии, прям очень давно, и я удивлен, что нам только сейчас это завезли, да. Но все же, ребятки, есть определенная, в общем-то, связь, по моему личному субъективному мнению, да, почему именно сейчас добавили этот прицел от бедра. Не знаю, насколько он будет эффективен во время игры, потому что я не киберспортсмен, чтобы оценить именно всю полезность, да, данной кнопки, но я вам скажу, что вот я во время игры и лежа использовал данную кнопку, и сидя, и бегал за ботами, и, в принципе, если честно, это выглядит вроде бы более удобно, да, то есть нету большого разброса, но это вас очень сильно замедляет, и, в принципе, мансить во время боя будет, ну, достаточно сложно. Сейчас я далее попытаюсь вам это показать, но речь именно не об этом, речь о том, что нам завезли эту функцию оперативно, без каких-то предупреждений, как это произошло, допустим, и с транспортом, да, который только анонсировали на китайской версии, и сразу же неожиданно нам завезли, это было тоже мега неожиданно, плюс к этому, если вы вдруг не в курсе, это единственный транспорт, который нам добавят, и у него есть стекла, то есть есть окна. Поэтому, если честно, мне нравится эта тенденция, я честно вам скажу, мне нравится эта тенденция, потому что разрабы именно заморачиваются, делают все лучше и лучше, и, в принципе, то, что мы видели в трейлере PUBG New State, медленно, по моему личному субъективному мнению, ребятки, медленно, конечно же, переливается именно в нашу игру. То есть добавили прицел от бедра, добавили еще вот такую вот кнопочку, я честно не знаю, что она из себя представляет, если вы вдруг в курсе, напишите в комментах. Плюс к этому, ребятки, если вы зайдете на китайскую версию, во-первых, вас встречает вот такое вот интро. Здесь у нас все, как вы видите, уже из будущего, да, есть у нас голограммы там, есть новые издания, но это не самое интересное, что там есть. Самое интересное, это, конечно же, во-первых, вот этот вот дирижабль, да, во-первых, у него лопасти, как у дрона, во-вторых, ну, его добавили в честь юбилея, это неважно, я думаю, вы тоже многие уже видели данный дирижабль, но нас больше интересует именно вот этот вот маленький транспорт, который здесь гоняет, и с помощью этого транспорта, ребятки, если его взять внизу, да, там на берегу можно найти вот такой вот транспорт, вы можете летать именно по всей карте, и там скорость прям очень высокая, и выглядит он, ну, очень похоже на то, что мы видели в трейлере по Абнюстей. Да и это еще не все, ребятки. Как я говорил ранее, помимо прицела бедра, помимо вот этого вот транспорта, который мы сейчас с вами попытаемся затестить, потому что я только сегодня вот впервые зашел на китайскую версию, туда еще добавили новое здание, и об этом говорили, когда вышла вообще бета-версия, именно китайская, то есть это было несколько недель назад, ребятки, то есть это не было вот прямо сейчас. Поэтому и говорю, что мне кажется, что мы медленно, но уверенно движемся к тому, что мы видели именно в том трейлере. Не знаю, согласитесь вы со мной или не согласитесь, ребятки, это, ну, нестандартный формат для моего канала, просто хотел с вами поделиться этими мыслями, потому что, ну, это уже у меня давно в голове, ребятки, и, в принципе, сейчас вот, когда добавили еще вот этот прицел от бедра, снова же возвращаюсь к нему, я созрел для этого видоса, и я его сделал. И вот прямо сейчас мы с вами полетим именно конкретно на то самое здание, которое появилось уже в китайской версии, вместо музея, ребятки. Можете посмотреть для начала на само здание, вот таким вот образом оно выглядит. Если вы вдруг видели скрины с PUBG New State, который нам предоставляли, вы уже 100% поняли, с чем можно сравнивать. Если вы вдруг не видели, прямо сейчас вы увидите, ребятки, скринчик данный, который нам предоставляли. Вот он. И здесь мы с вами, ну, отчетливо видим тот же самый купол, который здесь именно есть, именно на китайской версии. Да, он сделан немного по-другому, но все же, ребятки, мое предположение, что это все-таки какая-то отсылка. Вот просто посмотрите на это, и вот посмотрите еще раз на скринчик. Ну, а теперь, конечно же, перемещайтесь в комментарии, ребятки, и напишите, я в чем-то прав, или все-таки это просто моя больная фантазия, и ничего здесь похожего нету, и никаких ассоциаций именно между тем, что происходит сейчас в PUBG Mobile и в Game for Peace, и тем, что нас ожидает и на PUBG New State, нету. В общем, жду ваше мнение в комментариях, ну, а прямо сейчас, как я и обещал, мы с вами выберем победителя прошлого еженедельного розыгрыша одного Royal Pass, ребятки, где для участия вам нужно было написать под видео комментарий, где вы укажете свой игровой ID, поставить лайк, и обязательно, конечно же, быть подписанным. Прямо сейчас мы с вами выбираем победителя, поздравляю его, вам желаю удачи в нынешнем розыгрыше, обязательно пишите ваши комментарии, ребятки, насчет того, что я сказал до этого. Ну, а с вами был Dream 7 ТОП-1. Субтитры сделал DimaTorzok